Из дневника Павла Блукницкого У меня был подлинный африканский дневник Умилёва. Тетрадь с обожженными углами, плотная, размеры листа почтовой бумаги. Эту тетрадь я, как и ряд других материалов, передала в начале войны ванне о древней Ахматовой. Полный дневник был подробным, записано было очень много. Умилёв получил командировку от Музея антропологии на графе Академии наук для поездки в Абиссинию с научными целями. 10 апреля 1913 года в 7 часов вечера на проходе добровольного флота Тамбов Умилёв и его любимые племянники Коля Маленький Николай Сверчков вышли из Одессы и 14 дней находились в море и прибыли к Джибутию. Не всякий может полюбить советский канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную плеть. На Африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросты из скрепленных мимоз с подозрительной темной, словно после пожара зеленью. Лискорослые толстые банановые пальмы на Азиатском берегу. Волны песка пепельно-рыжего, раскалённые. Медленно проходит цепь верблюдов, позвонивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиеной или шакал. Смотр с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над головой или садятся отдыхать на камень. Кот-де, полуголая араба, дервиши или так бедняки, которому не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в неё, не отрываясь, будто колокольчиками. Впереди и позади движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожектора, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Сойском канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом её застала в нас плохо лунная прелесть красного луна. Самое жаркое из всех морей. Оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода, как зеркало, отражает почти отвесные лучи солнца. Точно сверху и снизу расплавленные серебрём. Белит в глазах и кружится голова. Здесь чисты миражи. У берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые и голые утёса, разбросанные там и сям, похожи на ещё неведомых африканских чудовищ. Особенно один, совсем лев, приготовившись к прыжку. Кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова не обитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно увидеть воду, длинно-синюю, как лоза-убийцы. Стои дни и ночей надо мной колдовали. Но не знаю, светлее, чем в Суэцком канале, Где идут корабли не по морю, по лужам, Посредине земли караваны дырюлюли. Сколько птиц, сколько птиц здесь на каменных скатах, Глубых небылиц, голенастых, забатых. Виден ящериц роза-золотисто-зелёных, Словно влаги морской стюнет брызги на склонах. Мы кидаем плоды на ходу оропчатых, Что сидят у воды, подражая пиратов. Оропчата орут так задорно и звонко, И шипит моробуд нам проклятие в догонку. А когда на песке ножка кошек посядет, Задрожат огоньки впереди нас и сзади. Те красные, чем кораллы, эти зелени, синие, В одинокий навал в африканской пустыне. С отдалённых холмов лёгким ветром гонимы, Ведуинских костров к нам доносятся дымы. С отболившихся стен у изгибов канала Слышен хохот гиен, завывание шакалов. И в ответ пароход звезды ночи печали Спящей Африке швёт переливый рояль. 4 июля с вьюками на мулах вышли в пустыню С целью достигнуть города Шея Гусейна и Генира. Ночевали в палатке под открытым небом, Охотились, блуждали без дороги. Достигли Шея Гусейна, фотографировали город. Шли три дня. По пути в реке искали золото. В Генире немного отдохнули, Гуляли по городу, покупали вещи и продукты. Затем вышли в обратный путь другой дорогой. Снова переправа через реку Аби, Снова дожди, глубокая непроходимая грязь. 9 мая. Я устал от Каиры, от солнца, туземцев, европейцев, Декоративных жирафов и злых обезьян. Каждую ночью мне снится иная страна, Знакомая и прекрасная. Каждую ночью я ясно помню, что мне надо делать, Но просыпаюсь, забываю всё. Проходят дни, недели, а я всё ещё в Каире. 24 мая. Мы едем почти две недели, И сегодня мы селились на берег Уколо маленькой пирамиды неизвестным туристам. Поблизости не было ни души, И мы вошли в неё без прудника. Лестница велась, поднималась и опускалась, И внезапно окончилась пугающей, заманчивой чёрной ямой. Мистер Тьерри линейно уплажал плечами и пошёл наверх. А я привязал верёвку к выступу скалы И начал спускаться, держа в руке смольной факел, Хранявшей полгинной капли в тюрьму. Скоро я добрался до сырого, растреснутого дна И, присев на камень, огляделся. Мой факел освечал только часть пещеры, Старую-старую и странную родную. Где-то сочилась вода, Валялись остатки рассыпавшейся на ней. Мелькнула и скрылась большая чёрная змея. Она никогда не видела солнца, С тревогой под мудрой. Задумчивая жара выплазла из-за камня И, видимо, хотела подойти ко мне, Но её пугал свет в пакет. Мне стало вдруг так грустно, Как никогда ещё не бывало. Чтобы рассеяться, я подошёл к стене И начал разбирать полустёртую географическую надпись. Она была написана на общей старом египетском, Много старее лумбургских папирусов. Только в Британском музее я видел такие же письмена. Но, должно быть, благословение задумчивой жабы Прояснило мой ум. Я читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах Или рецепт приготовления мудрой. Это были слова, полные сладким пьяным огнём, Которые ложились на тушь и преображали её, Давая новые вздоры, способные понять всё. Я плакал слезами благодарности И чувствовал, что теперь мир переменится. И одно слово. И новое солнце запляшет золотистые лазурь, И все ошибки превратятся в цветы. Мой факел вздрещал и начал гаслить, Но я прочитал довольным. Я начал подниматься, И при последней вспышке огня Опять увидел чёрную змею, Мелькнувшую неясным предостережением. И милой, милой цветы. Своё задание Гумилёв выполнил блестяще. Привезённые им экспонаты легли В основной африканский фонд Музея этнографии в Петербурге. Есть музей этнографии в городе этом, Над широкая, как и нил, Многоводный, не мой. В час, когда я устану быть просто поэтом, Ничего не найду я желания его. Я хожу туда трогать дикарские вещи, Что когда-то я сам бездалёка привёз. Это стихотворение Николай Степанович Написал про те экспонаты, Которые он привёз из Африки. В нашем музее тоже есть Некоторые вещи африканского происхождения. В нашем музейно-выставочном центре Оформлена временная выставка экспонатов. Посмотрите, среди них есть вещи, Похожие на те, которые привозил Николай Степанович из Африки. Например, это музыкальные инструменты. Этот музыкальный инструмент называется калимба. Когда-то калимба была инструментом Культового значения, И язычки делались не из металла, А из тростника. И считалось африканцами, Что звуки калимбы слышны на небесах. Поэтому этот инструмент был очень популярен, И сейчас пришёл даже в европейские страны, Известен по всему миру. Дальше здесь есть, посмотрите, Небольшой инструмент. Это такая маленькая багана. Николай Степанович в стихотворении писал, Абисинец поёт и рыдает багана. Вот такая маленькая, небольшая багана Называется крар. Кроме этого, у нас есть небольшой барабан. Барабан глиняный, Так как в Африке обычно глиняные барабаны Всегда были вот сверху нас обтянут кожей, И нанесён такой вот интересный рисунок. Внутри он пустой, И издаёт такие вот звуки. Кроме этого, у нас есть ещё барабан небольшой. Такой, конечно, он, может быть, Больше напоминает игрушку детскую, Но, тем не менее, на нём можно играть. И это очень интересно для детей. И благодаря тому, конечно, Что Ольга Леонидовна Лукницкая, Медведка Лукницкая, Привезла нам некоторые экспонаты, Мы можем вам показать вот такой вот браслет. Браслет, выполненный из каких-то трав, По всей видимости, натянутых на каркас. Африканский браслет. Есть у нас также статуэтки каменные. И небольшая деревянная скульптура. Очень тоже интересная. Вот такая вытянутая фигура африканская, Которую привёз нам Юрий Юрьевич Гальков. Вот есть у нас ещё здесь такой веер. Веер из перьев. Немножко уже его приходится ремонтировать, Потому что перья опадают. Вот такой вот веер. Ну и, конечно, на нашей выставке Представлены фотографии, Сделанные именно по маршруту Николая Степановича. Есть у нас книга, Его африканская поэма для детей «Миг», Написанная именно об Африке для детей. И мы можем уже говорить О африканском путешествии. Сегодня у нас будет мероприятие для детей, Которые, возможно, впервые Столкнутся с темой Африканского путешествия Николая Степановича Гумилёва. Субтитры создавал DimaTorzok